Во имя Отца и Сына и Святого Духа. День, когда мы вспоминаем деяния Первого Вселенского Собора, который боролся с ересью Ария и другими ересями, например, мистерианами, савелианами. И мы вспоминаем о том, что в церкви, как думают некоторые, никогда не было золотого века. Никогда не было такого времени, когда не было бы гонений изнутри и снаружи. Всегда с самого своего начала церковь подвергалась воздействию людей, одержимых нечистыми духами, которые постоянно боролись за ее уничтожение. И эта борьба не прекратится до самого конца этого мира, до пришествия Христова. Эта борьба будет. Потому что только церковь Христова, ее таинства, которые дают человеку благодать Духа Святого, его делают непобедимым в борьбе с демоническими силами. Потому что, как сказал апостол, наша брань, то есть наша война, не против плоти и крови, но против мироправителей, миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Они никогда не дадут церкви жить спокойно. Она спасает людей, а они губят людей. Она им мешает. Поэтому всегда сатана находил людей, которые преклонялись к его воле и внедрял их в церковь. Об этом же говорил сегодня и апостол Павел в своем послании. Прежде чем уйти в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, он собрал епископов и священников в Эфесе. И сказал им, я знаю, что по отшествии моем, то есть мы должны понимать, что ему это было открыто Духом Святым, по отшествии моем в церковь войдут волки хищные, расхищающие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут извращать изначально преданное апостолами учение. То есть он заранее сказал, что будут внедряться некие люди, которых он назвал волками хищными. И сказал, что и из тех, которые ныне были им научены и рукоположены, тоже восстанут люди, которые будут искажать учение Христова. Как это происходит? Почему даже внутри церкви те люди, которых он рукоположил, о которых говорит, я три года со слезами днем и ночью учил каждого из нас. Можно сказать, индивидуально учил каждого из этих священников и епископов. И тем не менее, говорит, из них выйдут те, которые будут искажать учение. Как это происходит? Почему это происходит? Мы должны с вами прекрасно понимать, что человеческая природа, в отличие от Божественной, изменяема. Не изменяем только Бог, Творец этого мира. Все мы способны к изменениям. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Большинство населения Земли постепенно в течение своей жизни становится все хуже и хуже в нравственном, умственном, моральном отношении. И только немногие, те, которые хотят войти в вечную жизнь, в Царство Божье, работают над собой, стараются искоренить в себе страсти. И поэтому постепенно они возвышаются и могут стать даже святыми. То есть людьми, которые полностью очистили себя от всякой скверны, от страстей, привязанностей, негативных каких-то привычек греховных. Они очистили себя и стали такими, которых мы назовем святые люди. А большинство, говорю, соблазняются. Вот достиг человек какого-то высокого сана. И незаметно, да, говорит, я грешник, конечно, но незаметно в него вселяется мысль. А все-таки я какой-то особенный, я лучше других. Вот я стал епископом, или я стал архимандритом, и стал наместником монастыря и так далее. Незаметно эта мысль внедряется, не сразу. Демоны очень мудро работают. Они умнейшие существа, как писали все святые отцы, которые говорили о них. И Иоанн Дамаскин, и Григорий Палама, и Игнатий Принчанинов говорил, что ангелы – это существа высшие. И ангелы падшие, демоны – это тоже ангелы, и они сохранили свои свойства. И их ум превосходит наш ум. Они заранее, за века иногда просчитывают свои действия, то, чего мы не можем. И они не торопятся. Они постепенно и медленно внедряют такое мнение о себе, что я чем-то лучше других. Умнее, талантливее, внешне интереснее, чем другие. Любые мысли, постепенно, медленно, в течение иногда нескольких лет. И в конце концов, человек, который не ведет трезвенный, то есть очень внимательный к себе образ жизни, он незаметно подчиняется этим влияниям и из искренно верующего христианина становится предателем, иудой. И происходит это для него незаметно. Он даже этого сам не замечает, как становится другим. И очень многие наблюдают вот эти явления и в мирской жизни, и в духовной. Мирской очень просто. Человек вчера был младшим научным сотрудником и получал зарплату в советское время 120 рублей. А после перестройки стал, завел какой-то бизнес и разбогател, стал миллиардером. Посмотрите на него, во что он превратился. Это совершенно другой человек. Там гордыня неимоверная. Он величается тем, что он сумел, в отличие от других, накопить много денег. Он умный, я умнее других. Так же и в духовной жизни. Человек стал кем-то, какой-то сан получил. Незаметно для себя он начинает думать о себе, что он что-то. Что-то великое, что-то значительное, непререкаемый авторитет. И через это лишается благодати Святого Духа. И вот такие люди могут даже стать, как сказал апостол Павел, постепенно, в гордыне своей, становятся волками хищными. Так было всегда. Есть и будет до конца. Потому что, повторяю, мы все люди немощные и все способны к изменениям. Но были такие, которые внедрялись, вполне сознательно внедрялись, для того, чтобы разрушать церковь. В наше время немножко проще. Да, в семинариях повстречаются люди, а мне это известно от самих семинаристов. Люди, которые вообще не веруют в Бога. Они приходят в церковь только для того, чтобы заработать деньги. Для них священнослужение – это просто работа. Умственные способности не позволяют поступить в какой-нибудь институт. А если поступать, то только не на бюджетный, а факультет, где придется платить за свое обучение. А денег нет. И он выбирает семинарию. Почему? Там кормят, дают крышу над головой, дают форменную одежду, да еще и в хороших условиях в городе где-то живет. Например, в Сретенской семинарии в центре Москвы. И вот такого одного молодого человека другие семинаристы, верующие, спрашивают. А зачем ты поступил в семинарию? Ты не молишься, утром не читаешь ни утренние, вечером ни вечерние молитвы. Готовишься еле-еле к экзаменам, плохо готовишься, спишь, когда мы молимся. А он говорит, ребята, ну я вообще из Челябинска родом, и всю жизнь мечтал в Москве устроиться. Но для этого надо зарабатывать деньги, где-то устраиваться на работу в Москве, потом платить за жилье, себя как-то кормить, покупать еду, готовить и так далее. А тут семинарий. Представляете, как хорошо? Крыша над головой, прекрасные условия для жизни. Еда великолепная. Такой я в жизни не ел у себя там в Челябинске, даже не видел. Келья прекрасная. И я в Москве, представляете? Мечтать об этом только можно. Вот поэтому я и поступил сюда. У человека веры вообще никакой нет. Для него это просто работа. Ну говорит, ну что, 8 часов что ли у станка там на Челябинском тракторном заводе стоят? Как мой отец. Приходил весь грязный, потный. А здесь чистая работа. Помахаю, помашу ходилом, покричу возгласи из алтаря. И хорошо. Чистая, уважаемая работа. И вот такие сейчас идут семинарии. Кто это? Вот те самые волки, хищные, которые будут расхищать стадо. И Христос говорил, что есть пастыри, а есть наемники. Вот эти наемники внедряются в церковь всегда. Во все века. Некоторые думают, что в первые века христианства этого не было. Они глубоко ошибаются. Вот те слова, которые я привел апостола Павла о том, что войдут волки, хищные, в стадо, это были сказаны в первый век, вскоре после того, как Христос вознесся на небо. Были живы люди, их было много, которые были свидетелями и воскрешения, и восшествия на небо. Их было очень много. И уже в это время возникли ереси, нестроения в церкви. Так что однажды апостола Павла, им же рукоположенный епископ Димас, запретил принимать своим посомам. Не принимали апостола. То есть были уже расхождения. А дальше больше. И вот как же понимать, где же истина? Вот в Америке сейчас более двух тысяч христианских сект, которые называют себя христианами. И каждый говорит, что у нас спасение, в нашей, они называют себя церквами, в нашей церкви. Хотя это неправильно, потому что церковь единая, православная, апостольская, соборная. А у них давным-давно никакого отношения к церкви нет. Но тем не менее называют себя таким словом. Там протестантская церковь, например, и этих протестантов колоссальное количество, более двух тысяч. Они думают, что каждый спасается вот внутри своей церкви. Так же было и в начале. Как понять, где же истина? Каждый говорит, истина у меня. Истина в Евангелии. И каждый читает одно и то же Евангелие. Почему же столько сект? А потому что каждый понимает Евангелие по-своему. Никто не сомневается, что это откровение Божие. Никто не сомневается в божестве Иисуса Христа. А вот Арий засомневался. И вот как понять Евангелие? Масса пониманий. И вот для этого собирались вселенские соборы. Сегодня мы празднуем первый вселенский собор. Потом были еще другие соборы. И вселенские, и поместные, которые признаны как истинные духовные соборы. Их церковь приняла. А потому что нужно было понять, как воспринимать те или иные места Евангелия, которые можно было трактовать по-разному. Для этого собирались святые отцы. Вспомним только таких отцов, как Николай Чудотворец, Спиридон Тремыфунский, Афанасий Великий. Я назвал малую часть, там было больше намного святых, реальных святых, которые чудотворцами были. И вот эти люди совместно устанавливали правильное понимание евангельских истин. Ведь нигде Господь не говорил, бия себя в грудь кулаком, вот я Бог. Он был очень скромен, он никогда не говорил, я Бог. Но масса свидетельств того, что он делал, говорит о том, что он Бог. И вот для того, чтобы окончательно это утвердить, для этого собирались святые отцы и постановляли, разбирая Евангелие, духом святым, понимая правильно, они создавали так называемые догматы, то есть неизменяемые божественные истины, утверждали их какой-то формулировкой. И делалось это не одним человеком, не одним умом, а коллегиально, соборно, святыми отцами, людьми, просвещенными духом святым. Потому что, как пишет апостол, все Евангелие Бога вдохновенно, то есть написано духом святым. И понять его может только человек, вполне понять, тот, который тоже обладает духом святым. Другие люди, не обладающие святостью, не обладающие в той мере, в нужной мере, духом святым, они могут трактовать по-разному, они могут ошибаться. Были случаи, когда и святые ошибались, реально святые люди, которые всю жизнь свою посвящали Христу, но и они люди, и они ошибались. Вспомним Григория Низского, его оригенические заблуждения о всеобщем спасении. Но церковь не приняла их. И некоторые ссылаются на Григория Низского и некоторых других отцов. Но церковь в целом, соборно, не приняла это мнение. Так что мы видим, ошибки могут у любого человека. Только соборно, когда собираются глубоко верующие люди, достигшие высокой степени святости, они действительно могут и могли, и делали это, устанавливали правильное понимание тех или иных догматов, для того, чтобы и все другие не заблуждались. Вот большинство современных христиан не удосуживается узнать учение церкви, а поэтому не могут и своим детям, и друзьям своим, когда их спрашивают, объяснить с достаточной компетентностью, почему именно вот так нужно понимать то или иное место Евангелия, те или иные высказывания Христа, Бога или самих апостолов. Не могут. Почему? Не читают. А ведь практически сегодня все грамотные. Зато есть масса людей, таких радикалов, которые постоянно бунтуют внутри церкви. И как бы хотят лучшего. Хотят какой-то чистоты. Причем такой часто хотят чистоты, которой никогда не было в церкви. Поскольку люди грешили, и священнослужители тоже грешили, все это было. И вот среди этих радикалов такие возникают вещи, когда люди уклоняются от церкви, выходят из нее, думая, что все, она погибла, и в ней ничего чистого нет, все предали ее, все священнослужители предали, и надо создавать какую-то свою организацию. И вот возникла масса различных церковных, или, так скажем, псевдо-церковных организаций. Я был удивлен, когда однажды узнал, что в России существует 20 русских православных церквей с разными добавлениями. Там, например, рипеция и так далее, катакомбники и прочее. 20 синодов со своими епископами, митрополитами, и у кого-то патриархи, у кого-то митрополиты во главе стоят. Оказывается, то же самое происходит и в наше время. Расколы всевозможные. И все это устраивает лукавый дух. А мы с вами не так давно читали на полуночнице книгу, переведенную с греческого языка «Благолюбие». Там собраны высказывания святых отцов. И если вы помните, там были такие слова, не помню уже, кто из святых говорил, что ад будет наполнен ревнителями. Почему? А потому что ревнуют по Боге, но не по разуму ревнуют. Не понимают многих догматов церковных, не изучают их. И ревность их приводит их не к улучшению, а к ухудшению их душевных качеств. И они попадают совсем не туда, куда им хотелось бы. Ад полон ревнителями. Поэтому, ревнуя по Боге, такие люди должны все-таки советоваться с духовниками опытными. С опытом всей церкви соотноситься. С опытом святых отцов благо книг сейчас много. Потому что можно попасть в прелесть, и в нее очень многие попадают, желая лучшего. Всегда, как говорил Черномырдин, хотели как лучшее, получилось как всегда. Вот это его поговорка, это просто гениальное выражение, потому что с духовной точки зрения оно абсолютно верно. Не зная воли Божьей, люди поступают так, как они считают правильным. И желают лучшего, безусловно. Но в результате попадают в что-то совсем нехорошее, не туда, куда хотели, пришли. и так же в духовной жизни мы видим аналогичные истории. Люди откалываются от церкви, в результате лишаются святого духа, и мы видим, какие у них нравственные искажения начинаются. Тот же Арий был страшный блудник. Лютер был тоже блудник. Я об этом уже однажды вам рассказывал, что он, будучи монахом, или монахом католическим. Он увел из женского монастыря монахиню Екатерину фон Бора из знаменитого немецкого рода дворянского. Женился на ней иеромонах, который давал обеты перед Богом об избрачии. И посмотрите, он тоже желал лучшего. Он обличал церковь католическую в действительных искажениях. В частности там у него много пунктов было, которые он прикрепил, приколотил на двери собора, но один из пунктов мы все знаем, это индульгенции. Кстати, они продаются до сегодняшнего дня. Любой католик может купить на год вперед прощение грехов за деньги. Сегодня, не когда-то там, в средние века, сегодня. А дальше он будет грешить, но ему все уже прощено, потому что он купил у него в кармане индульгенция. И если он умрет, то он ее покажет там на мытарствах и пройдет безбедно в Царство Небесное, прямо в рота апостолу Петру покажет. Вот, смотри, у меня индульгенция в Папу Римскому. у меня все прощено заранее. Никаких проблем. Представьте себе, вот он обличал в этом безумии, обличал, казалось бы, он в правильном обличал, но сам, потому что нарушил все нравственные законы, впал в еще худшие. И помрачился умом, и потом дальше создал вот эту секту, которую мы до сих пор называем лютеране, которая разделилась после его смерти. На 60 сект, представляете? 60 сект после его смерти. Удивительное явление. Вот так они дробятся всегда. Поэтому мы, если хотим остаться православными христианами, должны всегда слушаться не своего мнения, не мнения какого-то конкретного святого или человека авторитетного, а должны слушаться мнения соборов, постановления, когда эти люди, святые люди собирались и соборно, у нас церковь святая, апостольская соборная церковь, значит, они соборно решали эти вопросы духовно. Кто не знает этого, должен знать, должен читать. Догматическое богословие практически сейчас любой христианин может освоить. Это не так сложно. мы все грамотные, все умеем читать, все имеют как минимум среднее образование, и это доступно. Нужно знать свою веру, а мы ее очень и очень плохо знаем, а поэтому и у нас столько разделений, столько непониманий, столько отклонений и сект своего рода внутри самой церкви. это все от непонимания, незнания догматов церкви. Вот об этом мы должны помнить, чтобы остаться истинными, настоящими христианами, потому что вне этой веры мы не спасемся. Аминь.